МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гурналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности. В разные годы истории 5 сентября происходили следующие события. В 1775 году началась отливка памятника Петру Первому, который впоследствии станет всемирно известен под названием «Медный всадник». 5 сентября 1915 года император Николай Второй принял на себя верховное главнокомандование русской армией, всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, участвующими в боевых действиях Первой мировой войны. 5 сентября 1919 года в селе Елшанка, ныне Теренгульского района Ульяновской области, родился участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, герой Советского Союза Иван Сорокин. В боях на Курской дуге зенитная батарея старшего лейтенанта Ивана Сорокина сбила 26 самолетов противника. Затем, при форсировании Днепра, батарея Сорокина вновь отразила множество атак вражеской авиации, надежно прикрывая переправу и плацдарм на берегу. 5 сентября 1931 года в селе Вырыстайкино, ныне Сенгелеевского района Ульяновской области, родился писатель Петр Ишутов. После окончания в 1955 году Ульяновского военного училища связи, он 25 лет прослужил в вооруженных силах СССР. Затем, после увольнения из армии, вернулся в Ульяновск, работал в НПО «Марс» и строительно-монтажном тресте глав «Ульяновскстрой». Первый его рассказ был опубликован в 1989 году. Затем его литературные произведения печатались во многих периодических изданиях. Он автор книг «Соседушка», «Юля», «Тюбай», «Волна». Кроме того, Петр Ишутов перевел на русский язык ряд произведений чувашских писателей и поэтов. С 5 сентября 1940 года в газете «Пионерская правда» впервые печатается повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 5 сентября 1951 года родился поэт Виктор Малахов. В Ульяновске Виктор Малахов занимался в литературном объединении «Надежда» при Дворце культуры профсоюзов. Со дня основания был членом Ульяновского клуба самодеятельной песни. Он является автором целого ряда стихотворных сборников и лауреатом поэтической премии имени Благова. 5 сентября 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене совершен террористический акт. Члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» захватили группу заложников, в которой в основном были спортсмены национальной олимпийской сборной Израиля. Операция по их освобождению закончилась полным провалом. Погибли 11 членов израильской олимпийской делегации и один западно-германский полицейский. Но при этом были убиты и пятеро из восьми террористов. Исторический хронограф Специальный репортаж Свой доклад на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона о ходе выполняемых дорожно-ремонтных работ министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов начал с сообщения об опыте применения нового для нашего региона дорожного покрытия. Этот эксперимент проводится по инициативе губернатора Алексея Русских. В текущем году произведена укладка пробного экспериментального асфальтобетона с применением полимерного модификатора историчных материалов на участках общей протяженностью 534 квадратных метра. Один участок расположен в городе Ульяновске по проспекту Генерал-Утюленево в Заволжском районе и второй участок расположен в Николаевском районе у села Славкино. На данный момент произведены испытания асфальтобетонной смеси, кернов, показатели по которым соответствуют нормативным требованиям, мониторинг отремонтированных участков будет производиться специалистами Департамента автомобильных дорог Ульяновской области в октябре текущего года и, соответственно, в феврале, мае и июле следующего года. В процессе мониторинга асфальтобетонных покрытий будет сделан сравнительный анализ, выявлены, соответственно, все плюсы и минусы данного покрытия. При положительных результатах лабораторных испытаний, отсутствии дефектов, будут направлены документы в реестр новых и наилучших технологий. Также мы планируем отработать совместно с коллегами из Росасфальта по привлечению данной технологии и получению заключений. И в случае, повторюсь, положительных результатов по данной технологии в следующем году планируем уложить не менее тысячи погонных метров участков на территории Ульяновской области. Это то, что касается внедрения технологии будущего. А вот как идет ремонт дорог в настоящее время традиционными методами. В рамках содержания автомобильных дорог в целях обеспечения безопасной проезда выполнена работа по ямочному ремонту на площади более 522 тысяч квадратных метров, что составляет порядка 70% от годового плана. В рамках реализации исполнения показателей национального проекта безопасной и качественной дороги на автомобильных дорогах областного значения продолжается ремонт запланированных в текущем году 29 таковых объектов общей протяженностью 95 километров. На 14 объектах протяженностью 54 километра работы уже полностью завершены и приняты. На 11 объектах работа находится в стадии завершения, и по четырем объектам работы продолжаются. Соответственно, на территории города Ульяновская работа также продолжается. 9 объектов таковых предусмотрено программой протяженностью практически 13 километров. На четырех объектах работа уже завершена, и на пяти объектах работа также продолжается. Отставание графиков с коллегами мы не наблюдаем на текущий момент. Кроме того, в текущем году продолжаются мероприятия в областном центре по обеспечению безопасности дорожного движения. 15 мест концентрации ДТП выявлено. По данным местам проведен анализ аварийности прошлого года. Для ликвидации данных мест заключены необходимые госконтракты общей счетовностью 32 миллиона рублей. Ведутся работы по установке знаков, замене дорожных знаков, модернизации изменения режима светофорных объектов и установке искусственных неровностей. Порядка 76% уже завершены работы по капитальному ремонту запланированных в текущем году транзитных участков в рабочих поселках Николаевка и Сурская. В целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры сельских территорий. Работы также продолжаются. Практически завершены работы по реконструкции участка автомобильной дороги поселка Новоселки Ковыльный протяженностью практически 12 километров. И до 10 сентября текущего года данная работа планируется завершить и, соответственно, осуществить приемку. Также продолжаем работы по строительству автомобильной дороги по улице Мираксовой в селе Лесная Хмелевка в Великятском районе. В рамках привлеченного дополнительного финансирования на 25 участках автомобильных дорог работы также ведутся. Порядка 70% работ уже выполнено. Оставшиеся работы планируем замешивать в соответствии с графиками. Хочу дополнить, что в рамках выполнения плана по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения уже полностью завершены запланированные работы по нанесению дорожной разметки, устройству барьерного ограждения общей протяженностью практически 5000 погонных метров. Продолжаем работы по электроосвещению 34 транзитных участков областных дорог общей протяженностью 48,5 километров. Планируем завершить данную работу тоже в сентябре текущего года. В рамках проведения работ в муниципальных образованиях Ульяновской области планируется отремонтировать 521 объект уличной дорожной сети. На 300 объектах работы уже завершены. Соответственно, по остальным объектам работы продолжаются. Отставание от грайков пока с подрядными организациями мы тоже не наблюдаем. Особое внимание уделяется ремонту мостов. Причем речь идет о мостах не только в Ульяновске. То, что касается ремонта мостовых сооружений на территории Ульяновской области в текущем году, нами уже принят новый показатель. Он внесен в национальный проект безопасной и качественной дороги. Это приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобилях дорогах регионального и межмуниципального значения. Всего в период с текущего года до 2024 года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 31 мостовой переход общей протяженностью более 1000 погонных метров. Соответственно, для достижения установленных национальным проектом показателей в текущем году направлено с 30 федерального бюджета в размере 192 миллионов рублей. Мы приводим в нормативное состояние 5 мостовых сооружений, находящихся на территории 5 муниципальных образований. Это Сурский район, Сенгелеевский район, Теренгульский, Новоспасский и Меликеский районы. Данные работы мы планируем завершить до конца октября текущего года. Тоже отставания от графиков не видим. Все работы также планируем завершить в срок. Для достижения показатели установлены уже на следующий год. Это 319 погонных метров. В настоящее время нами ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уже 11 искусственных сооружений общей протяженностью, 368 погонных метров. 8 муниципальных образований мы уже определили. Это Новоспасский, Николаевский, Павловский, Радищевский, Корсунский, Сурский, Стромайнский и Меликеский районы. Ориентированную стоимость работы на текущий момент составляет порядка 645 миллионов рублей. В 2024 году планируется направить уже практически 1 миллиард рублей на ремонт мостовых сооружений. Таких у нас предусмотрено 15 в районах нашей области. Соответственно, в последующие годы работа по проведению искусственных сооружений в нормативное состояние будет продолжена. Регулярно сводки происшествий сообщают об очередном случае получения травм на объектах транспорта. Причем нередко пострадавшими оказываются дети и подростки. О причинах несчастных случаев на транспорте и об их профилактике сегодня мы говорим с инспектором группы по делам несовершеннолетних Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, капитаном полиции Рамилем Тимирбулатовым. Хотелось бы остановиться более подробно на железнодорожных объектах. В настоящее время существует проблема. Ежедневно люди травмируются на железной дороге. Основными причинами травмирования людей на железнодорожном транспорте является незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории. Нередко железная дорога становится пешеходной. Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Если вы переходите железнодорожные пути и видите приближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по какому пути он проследует. Поезд остановить непросто. Его тормозной путь в среднем составляет около 1000 метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км в час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А вам для того, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Кроме этого, часто дети любят слушать музыку и при пресечении путей не снимают наушники. Они даже не слышат гудка поезда. А все внимание сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы. А почему нельзя пересекать пути, даже если вообще нет никакого движения и приближающегося поезда тоже не видно? Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе, чем на 5 метров, подлезать под вагоны нельзя. Каждый вагон на станции находится в работе. Поэтому он может начинать движение в любую секунду. Если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду, за зевавшегося человека, то несчастного обязательно затянет под колеса. А еще говорят, что очень опасно оказаться между двумя движущимися составами. Почему? Причина в том, что сила воздушного потока, создаваемая двумя встречными составами, составляет 16 тонн. При такой нагрузке человек запросто может стянуть под поезд. Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или желание сократить время. Давайте вспомним основные правила безопасности нахождения на железной дороге. Самое главное, переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пресечения существует специальное оборудование, пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущего поезда, локомотива или вагона. При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, пропустить их, убедившись в отсутствии движущего подвижного состава по соседним путям. Продолжить переход. Подходя к железнодорожному переезду, необходимо внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить путь можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон. Посадку, высадку в вагонах следует производить только после полной остановки поезда. Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со стороны перрона или посадочной платформы. А что на железной дороге делать запрещается? Запрещается ходить по железнодорожным путям, обходить стоящий состав на расстоянии менее 5 метров от вагонов или локомотивов, а между стоящими вагонами в разрыве на расстоянии не менее 10 метров. Запрещается использовать железнодорожные пути в качестве пешеходных дорожек, переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Запрещается переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Запрещается переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора, переездной сигнализации. На станциях и перегонах запрещается подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться. Запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Садиться и высаживаться вагон на ходу поезда. Высовываться из окон вагонов и дверей на ходу поезда. Запрещается стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда. Выходить из вагонов на межпутье и стоять там при проходе встречного поезда. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. Устраивать на платформе различные подвижные игры. Бежать по платформе рядом с вагонами, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки. Итак, помните, нет ничего важнее в человеческой жизни, а детские жизни это самое ценное. Поэтому, дети, будьте внимательны и бдительны. Помните, что железная дорога не место для игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах. Это опасно для жизни. Приближаясь к железной дороге, снимите наушники. В них можно не услышать сигналов поезда. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переходов. Подскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которые перемещаются непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающие опасность. Отступившись, вы можете упасть на рельсы под приближающийся поезд. Помните, что для ваших родных, для ваших близких нет ничего ценнее, чем ваше здоровье и ваша жизнь. Поэтому, прежде чем сделать шаг и тем самым сократить себе путь или время, подумайте хорошо. Возможно, сделав этот шаг, вы можете сократить себе жизнь. Соблюдайте правила безопасности при нахождении на железнодорожных объектах. Берегите себя и своих близких. Наркомания сегодня является одной из наиболее острых и социально значимых проблем общества. О некоторых предусмотренных законодательством важных особенностях, которые учитываются при принятии решения о привлечении к ответственности или освобождении от ответственности наркозависимых граждан, сегодня нам напомнит старший помощник прокурора Ульяновской области Николай Матвеев. В целях защиты населения от пагубной зависимости законодательством предусмотрена ответственность не только за распространение и незаконный оборот одурманивающих веществ, но и предусмотрена административная ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психотропных веществ. За совершение указанных правонарушений на виновное лицо может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ответственности подлежит достигшее 16-летнего возраста лицо. В то же время, если виновный добровольно обратился в медицинскую организацию для лечения наркотической зависимости или признан больным наркоманией и согласен с направлением на медицинскую или социальную реабилитацию, то он освобождается от административной ответственности за указанные правонарушения. В случае, если потребителем запрещенных веществ является лицо, не достигшее возраста 16 лет, административной ответственности подлежат его родители. или законные представители в соответствии с статьей 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На них налагается административный штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Вкусно и полезно! С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Скоро идти в школу. Пора вставать. А чем, кстати, вы сегодня накормите на завтрак своих школьников? Это будут бутерброды или каша? А может, любимые макароны с курицей или сосиской? Кстати, мнение специалистов, каким завтраком кормить ученика, расходится. Они едины лишь в одном, что завтрак должен быть разнообразным, вкусным, полезным и питательным. Чтобы заряда бодрости и сил у школьника хватило надолго. Вот что советует врач Лилия Кириллина. Давайте вместе пробежимся по самым-самым утренним блюдам. Точнее, по группам таких блюд. Каша. О пользе каши сказано столько, что повторяться нет смысла. Добавим лишь, что каша идеальна именно для завтраков. И варить их можно не только на воде или на молоке, но и на бульонах, и даже на соках. Можно приготовить кашу со сливочно-ванильным соусом. Для соуса берем пол-литра яблочного сока. Подходят и многие другие соки, как с мякотью, так и оседленные. И упариваем его на самом медленном огне в два раза. Добавляем стакан жирных сливок, ванильный сахар или свежий ваниль. И вновь некоторое время, минут 10-15, выпариваем. Другие варианты. Гречневая каша с мясной подливкой. Овсянка на говежьем бульоне. Рисовая каша на топленом молоке. Супы-пюре. По сути, очень близки к жиденьким овощным пюре. Но за счет добавления сыра и сливок, или молока и масла, обретает яркий, насыщенный вкус. Из овощей замечательно подходит картофель и морковка. Крепчатый лук и корень сельдерея. Циква и кабачки. Капуста цветная и капуста брюссельская. В любых сочетаниях. Супы-пюре со сливками и крем-сыром готовятся, что называется, проще простого. Варим овощи в бульоне или в молоке, или в воде. По готовности взбиваем блендером до консистенции жидкой кашицы. Добавляем сливки, стакан на полтора литра супа. И крем-сыр 100-150 грамм. И еще раз взбиваем. При подаче заправляем чем-нибудь вроде жареных грибов, креветок, тушеные мелкими кусочками курицы, пассерованным луком, ложкой сметаны, просто несколькими каплями растительного масла, или кусочком масла сливочного. Или ничем не заправляем. Рекомендую приготовить крем-суп из картофеля, корни сельдерей с курицей, крем-суп из картофеля, моркови, дырклы с креветками и рыбой. Оладьи и блинчики. Немалая ценность здесь, на мой взгляд, заключается уже в том аппетитном запахе, который источается утром при их приготовлении. Второе важнейшее достоинство. Невероятное число вариаций. Из любой муки или из смесей. Дрожжевые и пресные, на кефире, сметане, квасе, с пепёками. Фаршированные чем угодно. Рекомендую приготовить блинчики, фаршированные морепродуктами, курицей или блинчики с яблочным припёком. Мясные блюда. Если готовить на завтрак мясные блюда, то куда лучше разнообразные тефтели и котлетки под соусом, нежели жаркое, отбивные или без троганов. И ночь в холодильнике постоят, вкус не испортится, достаточно только разогреть. Рекомендую приготовить котлеты под виноградным соусом, тефтели, куриное филе в квасном кляре. Запеканки и мясные суфле. В запеканке бывают крупяные или макаронные. На рыбном или мясном фарше. Чаще из творного мяса и прокрученным не на один раз. С творогом или на овощной основе, смешанной с яйцом и запечённой в духовке. Суфле отличается только тем, что используются лишь тщательно взбитые белки. Иногда в запеканке добавляют очень небольшое количество муки. Но и без неё, по аналогии с ленивыми варениками, запеканку можно назвать ленивым пирогом. А раз пирог, то для него подходит великое множество начинок. Он может быть и сладким, и мясным, и грибным. Фантазируйте и удивляйте своих детей. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Сегодня у нас на повестке дня наречие «Загодя». Недавно, беседуя по телефону с сотрудником одного из музеев нашего города, объясняла, что информацию по мероприятию нужно предоставить «Загодя», чтобы журналисты могли сделать из неё интересный материал. И тут возникла пауза. А затем последовал вопрос. За год? Отсюда и родилась тема нашего с вами общения. Словари дают такое разъяснение. «Загодя» – это наречие, которое в большинстве случаев употребляется в разговорной речи. «Загодя» – это заранее или заблаговременно. Ударение падает на первый слог. «Загодя». Других вариантов произношения нет. Филологи полагают, что «загодя» имеет общее происхождение со словом «нехотя», поэтому акцент в обоих словах ставится на первом слоге. Обычно в просторечных словах с приставкой «за» ударение делается именно на первый слог. «Загодя», «засветло», «затемно», «завидно». Вот такая у нас сегодня тема была. И на этом у меня на сегодня всё. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Экосфера. В Чердоклинском районе продолжаются работы по расчистке Юрманского залива. По информации, полученной из Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области, очищено уже 40% от запланированной площади. В настоящее время спецтехника работает в районе садового некоммерческого товарищества Юрманки. Залив очищается от иловых отложений, водной и береговой растительности. Весь собранный со дна ил складируется на специально отведенном участке. Позже данный грунт можно будет использовать для хозяйственных нужд. Тем временем группа садоводов обратилась в Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области с просьбой увеличить площадь расчистки и провести данные работы вдоль всей территории садового некоммерческого товарищества «Авиастроитель». Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству «Средневолговодхоз» провели обследование данного участка акватории и подтвердили необходимость расчистки указанной местности от излишней растительности. По информации, полученной уже из Федерального агентства водных ресурсов, эта территория будет включена в программу на 2023 год и все работы по расчистке будут проведены за счет федеральных средств. Напомню о том, что Ульяновская область участвует в реализации на своей территории федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, который является составной частью национального проекта «Экология». Экосфера Спортивный клуб К началу нового учебного года в регионе подготовлено к работе 30 учреждений спортивной направленности, в их числе 27 учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. Об их состоянии и готовности работать в новом учебном году на заседании штаба по комплексному развитию региона доложил министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров. Приемка учреждений к новому учебному году составом комиссии проводилась с 25 июля по 4 августа. Приемку прошли все учреждения. По итогам проверок составлены акты готовности спортивных школ к новому учебному году. Грубых нарушений не выявлено. В настоящее время в учреждениях проведены мероприятия по подготовке учреждений к новому отопительственному сезону. Проведены техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и пожарной защиты. Ревизия освещения учреждений, проверка санитарного состояния и содержания помещений установленным требованием. Также мероприятия по благоустройству прилегающих территорий. Спортивные школы обеспечены партиональными кадрами согласно штатному расписанию. Во всех учреждениях уделяется большое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Финансированные мероприятия по подготовке и приемке государственных областных учреждений спортивной подготовки к новому учебному году осуществляется в рамках финансово-хозяйственной деятельности, а также за счет внебюджетных финансовых учреждений. Также с 2019 года в Ульянской области реализуется официальный проект «Спорт нормы жизни», одним из важных направлений которого является оснащение организации спортивной подготовки с современным оборудованием и инвентарем в целях приведения их в нормативное состояние. В текущем году в рамках проекта производится закупка спортивного оборудования и экипировки для восьми спортивных школ региона. Так, спортивные школы «Пудзюдо Спарта» получили новые комплекты спортивной экипировки. Училища Олимпийского резерва получили шесть гоночных велосипедов для отделения велосипедного спорта, а также запланировано приобретение спортивного оборудования и инвентаря для видов спорта тэквондо и тяжелой атлетики. В целях проведения спортивных мероприятий и отображения спортивных результатов в школу Олимпийского резерва по легкой атлетике будет закуплено современное электронное табло. Продолжат обновлять материально-техническую базу школы Олимпийского резерва по боксу. В этом году школы закупают боксерские мешки, боксерские лапы и игруши. Данное оборудование поступит во все залы, где сейчас занимаются воспитанники спортивной школы. Также национальным проектом предусмотрена финансовая поддержка организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва в униципальных образованиях города Ульяновска, Демитровграда и Ново-Ульяновска. Глава региона Алексей Русских спросил, когда заработает дворец спорта «Волга Спорт-Арена». Руководство объекта по требованиям Ростехнадзора сдало все требующие от них экзамены. Мы создали рабочую группу и дорожную карту, по которой четко следуем. Там не требуется больших финансовых средств, поэтому сейчас в текущем режиме мы все замечания уже исключим. И по плану с октября наша главная команда и детско-спортивная школа «400 детишек» начнут свой тренировочный процесс уже на объекте. Вы слушаете утреннюю программу. Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет дирижер, композитор Джакумо Мейербер, Рок-музыкант Джон Стюарт. Вокалист, участник группы Queen Фредди Меркьюри. Продолжение следует... Автор текстов песен. Аранжировщик, композитор Алексей Рыжов. Композитор, поэт Олег Влади. Музыкант, певец, бывший участник группы «Пятница» Андрей Запорожец. Легко отдавать и не ждать ничего, а право взамен. Новая эра. Легко не убегать и не ждать, а просто быть рядом. Новая эра. Легко летает, летает, летает. Горит цвета и звуки лета. Эта новая эра. Новая эра. Легко вам и нам. Мы все как одно. Легко вам и нам. Мы все как одно. Нам это дано. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1958 году фирмы «Эмпекс» представлен первый цветной видеомагнитофон. В 1964 году одновременно по обе стороны Атлантики высшую позицию заняла песня с поэтичным названием «Дом восходящего солнца». В Англию ее привезла Нина Симон. Позже ее перепела британская группа «Энималс». «Эмпекс» «Эзбергенки» Субтитры создавал DimaTorzok В 2006 году открылись московские гастроли чикагского блюзмена Боба Строгера. В следующие три вечера он выступал в клубе «Дом у дороги». Через некоторое время он привез в Москву настоящий чикагский клубный блюзм. «Мочи, Романели!» «Мочи, Романели!» «Мочи, Романели!» «Мочи, Романели!»